Здравствуйте, уважаемые друзья! Разрешите представиться. Меня зовут Ольга Евгеньевна Панич. Я работаю на кафедре возрастной и социальной психологии в Белгородском государственном университете. И сегодня вашему вниманию будет представлена лекция на тему психологии этнического самосознания личности. Прошу прощения, этнической социализации личности. Тема этнической социализации — это одна из тем, которая входит в дисциплину этническая психология. И это то, что входит в круг моих научных интересов. Если говорить о задаче, которую я ставлю перед собой, начиная сегодня этот стрим, эту лекцию, то, по большому счету, сегодня мы попробуем ответить на вопрос, кто такой взрослый человек с точки зрения его этнических чувств. И как любят психологи, для того, чтобы погрузиться в проблемы взрослого, мы немножко открутим пленку назад и поговорим о детстве. Это будет первая часть лекции «Возрастные аспекты этнической социализации». Откуда и когда у человека зарождаются этнические чувства. Кроме того, вторая часть лекции будет посвящена вопросам рисков этнической десоциализации. То есть в каких возрастах или на каких этапах нужно, что называется, подстелить соломку. Нужно заранее предугадать возможные проблемы. И какие это проблемы могут быть, кто должен их решать. Итак, перейдем к содержанию лекции. Для того, чтобы актуализировать проблему этической социализации, я здесь привожу слова Натальи Борисовны Мечковской, знаменитого этнопсихолингвиста, которая уже более 10 лет назад, наверное, сформулировала идею актуальности этнических процессов. В современном мире, говорит Мечковская, невозможно разойтись по национальным квартирам. Слишком тесен стал мир, слишком сильна миграция, интенсивно смешение рас и народов, взаимозависимая экология. Современные народы вынуждены жить рядом и вместе, поэтому они вынуждены уживаться друг с другом, вырабатывая в каждом человеке терпимость к инаковости, уважение к правам живущих рядом людей, другого языка и другой культуры. Пожалуй, эти слова лучше всего иллюстрируют актуальность данной темы в этнической психологии. Далее мы рассмотрим понятие социализация, что подразумевают в гуманитарных науках под этой большой категорией. Довольно часто мы ее слышим, употребляем. Что же это такое? Здесь определение Галины Михайловны Андреевой, знаменитого московского социального психолога. Она утверждает, что под социализацией можно понимать процесс вхождения индивида в социальную среду, усвоение им социальных влияний, приобщение его к системе социальных связей. И вы видите, человек среди множества разных людей изображен на слайде, то есть множество людей, социум, который перед ребенком предстает в виде, пожалуй, первой маминой улыбки. Мы рождаемся уже фактически социальным существом, хотя в нас еще практически ничего нет социального, но руки врача, улыбка мамы, все это втягивает ребенка в социальный мир. И чем взрослее становимся, тем все больше и больше присваиваем, вращиваем, по словам Два Семеновича Выгодского, культуру, становимся социальными, культурными людьми. Это и есть путь взросления, путь обретения социальных контактов, социальных связей, социального лица. Мы же с вами рассматриваем не просто широкое понятие социализации сегодня, а этническую социализацию. И институтами социализации выступают прежде всего семья. На слайде вы видите изображение большой многопоколенной семьи. Это первый большой глобальный, как мы сегодня увидим, институт социализации, в том числе и этнической социализации, который, к сожалению, по мнению многих и ученых, и практиков, в настоящее время переживает кризис семейных отношений, особенно в европейской культуре. Это то, что принято рассматривать как кардинально меняющиеся, во всяком случае, отношения. Следующий институт социализации личности — это средства массовой информации. С одной стороны, благодаря этим СМИ мы сегодня, например, с вами можем общаться. С другой стороны, их влияние становится глобальным. Средства массовой информации становятся ведущим институтом социализации современного ребенка, подростка, юного человека. Проникают, становятся всеобъемлющими, слишком большой властью обладающими. Это тоже глобальные изменения, которые оказывают воздействие, меняют социализацию личности. Далее общепринятым институтом социализации выступают сверстники, коллектив сверстников. И глядя на современных подростков, для которых сверстники, согласно их психическому складу, определяющий социальный институт, мы видим, как изменяются формы взаимодействия со сверстниками из очного дворового формата, привычного нашим бабушкам, например, и нам, взрослому поколению. По сути, уходит эта дворовая субкультура, когда люди встречались, играли в совместные игры, обсуждали что-то. Становятся более маленькими группы людей, и они опять же переходят в виртуальное взаимодействие, дистанционное общение. То есть и этот основной институт социализации тоже подвержен существенным изменениям в современном мире. Что касается четвертого института системы образования, то мы видим, педагоги об этом говорят, и психологи, проблемы, связанные с реализацией воспитательной функции системы образования. То есть учителя и школа, по большому счету, понимают, чему надо учить, какие знания нужны, как подготовить к ЕГЭ, например. А вот какая личность нужна, как воспитывать и что на выходе мы должны получить, какого человека на выходе системы образования. Это, пожалуй, один из нерешенных вопросов. То есть основные институты социализации в современном обществе подвержены существенным изменениям. В связи с этим и становится актуальным вопрос, каким образом должна сложиться, под влиянием каких условий складывается этническая личность. Давайте перейдем к следующему слайду. Собственно, что такое этническая социализация? Здесь определение вхождения под этнической социализацией, понимается, вхождение в культуру своего народа, усвоение исторического опыта, его норм и традиции. Я выделила, да, подчеркнула слово традиции. Мы сегодня о них поговорим подробнее. В результате освоения традиций ребенок становится членом этнически определенного коллектива, приобретает национальные особенности, которые проявляются в характере эмоций, коммуникации, эмпатии, защитных реакций. Смотрите, ничего от ума, что называется, в основном все от сердца. То есть человек в результате этнической социализации обретает эмоциональные, тонкие эмоциональные характеристики, которые делают его взрослым с точки зрения этнических чувств, с точки зрения его ментальности, с точки зрения его национальных особенностей. Следующее, определение более научное, определение этнической социализации, оно принадлежит Дагбаевой, это доктор психологических наук из Забайкальского госуниверситета, человек, который посвятил исследованию этнической социализации школьников, большие, много времени и много трудов, написал в том числе докторскую диссертацию по этой теме. Я вслед за Дагбаевой использую вот это определение в качестве базовой модели. Мы сегодня именно на нее будем опираться, когда будем обсуждать результаты эмпирических исследований. Итак, под этнической социализацией понимается динамический процесс становления, первое, этнической идентичности, во-вторых, системы ценностей и толерантности личности. Все это в результате, в сумме, встраивается в более сложную систему гражданской идентичности. Давайте упростим немножко, потому что определение довольно сложное, да, там много научных терминов. Если опуститься с высокого уровня научных понятий до более конкретных операциональных таких показателей, то человек, обладающий этнической, ну, социализированный, обладающий сформированным этническим чувством, ну, взрослый, что ли, да, с точки зрения осмысления своей этничности, он должен и может ответить на вот эти три вопроса. Я своих студентов, слушателей, прошу попробовать это сделать прямо в аудитории. Итак, нас интересует не всё в личности, да, это довольно сложно анализировать целиком личность человека, а нас интересует контекст этнической психологии, да, с точки зрения себя, как представителя определённого народа. Попробуйте вы сейчас ответить на эти вопросы. Итак, кто я? Что для меня важно? И как я отношусь к другим людям, представителям других народов? Ну, понятно, что вопросы непростые, и, наверное, необходимо время, чтобы на них ответить. Но, как показывает мой опыт, где-то третья часть, даже взрослой аудитории, когда я прошу дать обратную связь, могут ответить на этот вопрос. То есть больше половины аудитории, да, не могут однозначно сформулировать для себя ответы на данные вопросы. Если все эти компоненты под Акбаевой сформированы, в таком случае человек может ответить, каким образом. Кто я? Я русский, например, да, или я украинец, я казах, я татарин. То есть он идентифицирует себя с определённым названием национальности. Что для меня важно? Здесь этнически социализированная личность говорит о традициях. Может быть, не обязательно употребляя это название, для меня важны традиции русского народа, русской культуры. Но это вопрос о ценностях. Что, да, какие категории для меня являются ценными? И мы с вами сейчас поговорим о том, каковы же ценности русской культуры. И третий ответ — это следствие и одновременно результат двух предыдущих компонентов. Если человек идентифицирует себя с определённым народом, если он осознаёт важность, значимость для себя традиций, ценностей этого народа. В таком случае, по мнению большинства этнопсихологов, согласно данным эмпирических исследований, у такого человека формируется взрослое, зрелое, дружелюбное, уважительное отношение к представителям других народов. То есть на основе любви к себе, принятия себя как представителя определённого этноса, я могу выстраивать позитивные, уважительные отношения с людьми других этносов. К вопросу о ценностях. Здесь не психологи, а культурологи. Вы видите авторство данного слайда. Это культурологический подход. Каковы традиционные установки русской культуры? Поскольку мы с вами в России и титульным этносом основным являются русские, то я взяла только от ценностей русской культуры, чтобы нам потом было от чего отталкиваться, что же считается традицией в русской культуре. Кармин утверждает, что базовыми ценностями для русских является, во-первых, коллективизм. Это сложилось от крестьянской общины, ещё до советское время, когда люди привыкли жить рядом и вместе, отвечать друг за друга. Это предполагает и стирание личных границ. То есть коллектив сильнее личности, он легко решает проблемы, особенно экстремального характера, сложные проблемы. Но при этом личность, её права, её границы прежде всего, они могут нарушаться. И это, безусловно, мы наблюдаем среди русских. Второй аспект, вторая группа ценностей, она выглядит такой идеализированной, бескорыстие и возвышение духовности. Кармин здесь пишет о влиянии религии, прежде всего, которая сыграла не последнюю роль в становлении государственности и нации русской. Что же касается бескорыстия, то всякое корыстное, связанное с деньгами, предприятие, какое-то дело у русских вызывает такое базовое сомнение в том, что это действительно хорошая, идеальная цель. Когда речь заходит о корысти, то в русской душе возникает во всяком случае сомнение, диссонанс. Действительно ли это богоугодное дело, если там речь идёт только о денежной составляющей. Здесь интересный и рассматриваемый, он рассматривается во многих исследованиях, такой конфликт внутренний, заложенный в культуре. С одной стороны, рационально человек понимает, что есть необходимость в том, чтобы быть расчётливым, получать прибыль, развивать бизнес. С другой стороны, насколько это правильно, что ли, с точки зрения его идеала. Следующий, третий аспект ценностный в русской культуре — это гиперболизм. Большой размах, поясняет Кармин. Обусловлено, безусловно, географическими особенностями России. И маленькие дела, маленькие цели не впечатляют русскую душу. нужно поставить глобальную, большую цель. Иначе маленькое дело, маленькую задачу, её никто не заметит на вот этих бескрайних просторах Руси. И с точки зрения лидерства, за лидером, который ставит такие рутинные, узкие задачи, русские не пойдут. Нужно мир во всём мире, нужно реки вспять, нужны такие глобальные вплоть до экстремальных. Вот эта экстремальность и даже такой безрассудный экстремизм. Вот об этом говорит Кармин, подчёркивая данную ценность, данную характеристику. Свойственен русским. Культ государства. Следующий пункт. С одной стороны вера в доброго, такого царя, президента, принятие такой большой, наделение его большой властью. С другой стороны здесь опасная заложена характеристика снятия с себя ответственности. Психологи это называют внешний локус контроля. Когда человек не берёт ответственность за решение собственных проблем, проблем своего поселения, проблем регионального масштаба, не берёт на себя ответственность за решение этих проблем. Вот придёт президент или губернатор, придёт человек, наделённый властью, вот он и должен и может что-то сделать, что-то изменить, что-то решить в моей жизни. В этом смысле с одной стороны это неплохо государственность, с другой стороны на фоне того, что у нас ещё и первое вы помните коллективизм, то есть личность она находится внутри группы, снимая с себя ответственность, перекладывает её на батюшку царя, что называется. В этом смысле личные инициативы они не очень хорошо вписываются в наш менталитет. И ещё один момент, на который указывает кармин, это патриотизм, то, что не только идеологией, но в литературе прослеживается, то, что чувство, которое обостряется в период, когда нависают серьёзные угрозы над родиной, над государством, русский человек своеобразно любит свою родину, свой родной край, при этом высок уровень критического отношения, в отличие от представителей других народов, русские очень любят покритиковать Россию, но позволяют это делать только русским, когда кто-то другой начинает критиковать, то здесь не очень позитивная оценка. Итак, это характеристики традиционных ценностей, они нам нужны для того, чтобы мы потом рассматривали вот этот второй компонент этнической социализации, связанный с традиционными ценностями, да, вот они, традиционные ценности. Давайте продолжим. этническая идентичность это ответ на тот самый первый вопрос «Кто я?» да, в норме это человек идентифицирует себя с определенным народом, но не всегда этническая идентичность нормальна, да, она может быть и негативной. В таком случае это проявляется в чувстве стыда, в чувстве ущемленности, да, в чувстве неполноценности, но личность же не может внутри иметь вот такой вот бомбу замедленного действия. Что происходит? Вырабатываются психологические защиты, когда позитивное самоотношение оно сохраняется, но человек выстраивает границы между собой и группой. То есть я считаю, что представители моей национальности они там очень ленивые, например, не любят трудиться, но я, вот у меня бабушка другой крови, я вот в эту бабушку например пошел, поэтому я не ленив. То есть своего рода такая манипуляция внутренняя или человек говорит о том, что для него этнические чувства, какая-то гордость за свой народ вообще не характерны, он человек мира. Или что гораздо хуже вырабатываются черты маргинальной личности, когда вообще не важно кто я с точки зрения этноса, я никто или я не знаю кто я такой. Одно дело, когда молодой человек еще не обретший черты взрослой этничности так говорит, и мы с вами увидим, что так бывает в подростковом возрасте. Другое дело, когда взрослый человек так и не обретает этого своего внутреннего спокойствия и целостности, когда он может опереться на что-то внутри своей личности. Этничность, этническая идентичность это очень мощная точка опоры, это ресурс, когда человек вне зависимости от того находится ли он на родине, или он за границей, где особенно обостряются этнические чувства, они трансформируются в ностальгию, воспоминания и недостаток родины, родных, родного воздуха, родных деревьев, родных людей и так далее. Так вот, личность с негативной этнической идентичностью нельзя назвать целостной, нельзя назвать по большому счету взрослой. Это невротическая личность и это довольно распространённая явление. ещё один аргумент в пользу актуальности данной темы. Что же должно быть в случае успешной этнической социализации? Личность характеризуется позитивной этнической идентичностью. Помните, первый компонент, ответ на вопрос «Кто я?» Я представитель своего народа, я это принимаю в себе. развитой толерантностью, то есть я уважительно отношусь к людям других народов, это третий был вопрос. И признание ценностей этнокультурного многообразия, то есть есть традиции русской культуры, я их знаю, я их транслирую, я их принимаю как минимум. Есть традиции других народов, которые мне интересны, вот это тоже здоровая личность, для которой интересны другие народы, другие культуры, этнокультурное многообразие. И мы с вами видим, что в России безусловно есть это отношение, уважительное отношение к людям разных народов. и сама территория России, и статус многонационального государства, и наша с вами история показывает, что у русских в смысле толерантности межкультурной есть чему поучиться. Это и подчеркивает ресурсность нашей этнической психологии. Нам есть что исследовать с точки зрения позитивных таких стабильных долгих взаимоотношений на территории одного государства между представителями разных конфессий, разных национальностей. Если же что-то идет не так, какие могут быть здесь варианты негативные развития событий? При незавершенной этнической социализации личность отличается неопределенной этнической идентичностью. То есть не может человек ответить на вопрос кто я по национальности. Неустойчивая толерантность одних нормально к ним отношусь, мне нравятся китайцы например, а к другим представителям какой-то национальности я их не принимаю, они глупые, они какие-то нечистоплотные и так далее. Вот это неустойчивая толерантность то толерантность то не интолерантность такой термин есть. И кроме того незавершенность этнической социализации характеризуется утратой традиционных ценностей. Размывается традиция. Мы с вами видим сейчас как очень сильно развивается вот эта тенденция к размыванию границ традиции например в плане взаимоотношений мужчины и женщины в плане идентичности гендерной идентичности кто такой мужчина и что такое мужские характеристики психологические например что такое женщина мы видим как очень много появляется вариантов вот этого гендерного многообразия безусловно это отражение размывания традиций кроме незавершенной социализации особым вариантом десоциализации то есть негативной социализации является ресоциализация ре это вновь заново когда есть какие-то проблемы ну в частности здесь рассмотрен вариант миграции вы видите когда не такой отличающийся расовыми характеристиками внешностью часто языком и религии человек попадает в иноэтническую среду ему приходится заново осваивать новую культуру новую жизнь новый климат новых людей традиции это почва для десоциализации особенно на этапе адаптации который может ну довольно длительная несколько лет даже может длиться такая ресоциализация у него диссонанс он жил в одном мире а здесь он должен менять свой мир и дети это делают гораздо быстрее эффективнее по сравнению со взрослыми чем старше человек попадая в новую культуру без опыта например адаптации к новой стране к новому языку к новому статусу тем больше рисков того что он не социализируется он не адаптируется в этих новых условиях далее собственно основное содержание наше это возрастные особенности этнической социализации возрастная специфика сначала коротко прочертим линию как в процессе разных возрастных периодов меняется наполняется усложняется на вот это этническое чувство личности а потом поговорим более подробно и на материале эмпирических исследований что на территории нашей Белгородской области и в городе Белгороде сейчас мы констатируем какие процессы первые представления о своей этнической принадлежности дошкольник получает в семье этнические знания дошкольника они безусловно поверхностные но они довольно эмоциональные и роль этих эмоций первого опыта имеет огромнейшее значение биологи и психологи выделяют такое понятие как импринтинг запечатление у утят например у цыплят есть такое запечатление первого движущегося образа того кого они первого после того как вылупились только увидели живого они того и считают своей мамой и знаменитая иллюстрация к этому феномену когда исследователи человека они считают своей мамой и двигаются за ним как будто это курица или утка нечто подобное но во всяком случае психологи видят параллели между первыми детскими эмоциональными такими яркими впечатлениями и чувствами которые возникают потом во взрослом возрасте то есть очень важно каким образом в дошкольном детстве мы закладываем впечатление ребенка его отношение к себе и к другим отличающимся по явным конечно характеристикам по расовым особенностям по внешности подробности чуть позже далее в младшем школьном возрасте это от 7 до 10 лет здесь ребенок идет в школу его мир расширяется он получает много опыта взаимодействия с разными людьми он видит разных детей своего возраста сверстников и видит их родителей здесь безусловно наполняется знаниями его этнокультурная осведомленность и на основании этого сравнения он начинает уже идентифицироваться он может ответить на вопрос кто я по национальности я представитель определенного народа сложности здесь возникают когда есть родители например разных национальностей ребенку у него выбор с кем ему идентифицироваться но у таких детей которые не относятся к титульному этносу у них и быстрее происходит этническая социализация то что ты отличаешься то что ты не такой как многие это где-то болезненно это может вызывать опасения защитные реакции любопытство к тебе повышенное но вопросы этничности этнической идентичности для тебя гораздо раньше выходят на арену становятся актуальными то есть у представителей национальных меньшинств уже в младшем школьном возрасте формируется этническая идентичность далее подростковый период самый пиковый на мой взгляд с точки зрения формирования этнического чувства что здесь происходит компоненты этнической идентичности находятся в стадии активного становления в качестве особенностей народов выделяются своеобразие их истории и культуры подросток уже многое узнал и не только на внешние языковые характеристики ориентируются но и понимает что психология складывается под влиянием объективных в течение истории происходящих событий то есть то что у людей определенные черты характера поведенческие помните защитные механизмы определенный эмоциональный уровень контроля это обусловлено историческими событиями но у подростка еще не окончательно сформировано этническое чувство оно завершает ну как правило да завершает формироваться у юношей юношеский период это от 17 до 23 там примерно 25 лет но тенденция возрастной психологии удлинению периода детства периода подросткового возраста то есть в разных классификациях особенно не отечественных а зарубежных там подростковый период продлевается то есть идет тенденция к инфантилизации дольше гораздо современные молодые люди ну что называется не выходят из детства что ли то есть если говорить о возрастных рамках то они могут быть продлены ну пожалуй до 27 30 лет вот эти процессы когда еще не завершено формирование этнического чувства теперь про каждый из возрастных периодов чуть подробнее и с примерами и так появление этнического чувства мы начинается в детстве и первоначально это очевидная информация по поводу языка по поводу обычаев по поводу внешности мы с вами видим что здесь огромное влияние оказывает мама да и общение с ней является ли ребенок по национальности да по языковым характеристикам идентичен членам своей семьи или да у него билингвальная может быть семья да родители представители разных народов в этом смысле меняется ситуация его социализации что мы как взрослые как родители можем сделать в этом раннем еще возрасте чтобы заложить правильные кирпичики для формирования этнического чувства вот перед вами несколько рекомендаций во-первых как корабль назовете так он и поплывет собственно говоря да я имею ввиду важно как вы называете ребенка то есть его еще может и не быть да а какой-то проект имени в семье уже созревает и это безусловно оказывает потом влияние на то насколько ему будет легко найти аналоги в своей культуре подобного имени или наоборот его имя будет очень оригинальным очень сильно нетрадиционным отличающимся здесь мы следуем следуя традиции определенной да мы закладываем ну вот такое принятие своей культуры беседы о предках наречения ребенка в честь кого-то из предков связь с родственниками семейные праздники как вы видите на картинке все это безусловно позитивно сказывается на процессе потом принятия себя у подростка уже да кроме того при общении к традиционным видам деятельности еще один аспект традиционности да в воспитании когда мы ребенка приучаем к тому что свойственно нашей культуре ну например наличие да огорода и работа совместная с родителями бабушками и дедушками на огороде да выращивание культур аграрных традиционными способами все это безусловно способствует тому чтобы в будущем ребенок себя идентифицировал да с представителями этого этноса передача традиций гостеприимства и роль праздников вот это очень интересный момент семейные праздники это может выступать основным каналом трансляции традиции один из отечественных этнопсихологов Воловикова она написала целую книгу про основанную на собственных исследованиях в которой указывает в качестве примера русских корейцев да то есть корейцы на протяжении уже многих десятилетий да живут на территории России а Бруссель у них зачастую не знает корейского языка но сохраняется у них да вот это этническое чувство мы корейцы часто они не были в Корее да и не собираются там как-то свою жизнь связывать но у них есть вот эта жизнь определенной диаспоры есть своя культура более того я общалась со студентками кореянками они делятся что в качестве партнера они рассматривают в основном только жениха корейца для них например русский жених недостаточно ну что ли недостаточно компетентен в том смысле что он не отвечает их идеалам ну построение предпринимательской карьеры русские да они недостаточно предприимчивы по их мнению в этом смысле надо выходить замуж за корейца вот культура по мнению Воловиковой которая исследовала этот феномен да транслируется именно благодаря тому что в семье есть празднование традиционных да вот этих событий характерных для корейской культуры и безусловно вот этот эмоциональный позитивный фон общий стол вкусные блюда их совместное приготовление какие-то заздравные речи песни да вот это пропитывает ребенка с детства при том не через рациональный канал а через эмоции да через буквально ощущения то есть получается что к младшему школьному возрасту когда сознание начинает уже взвешивать а кто же я такой и особенно к подростковому возрасту когда уже остро встает вопрос кто я такой с точки зрения национальности у ребенка воспитанного в традиции названного традиционным именем освоившего попробовавшего разные традиционные виды деятельности для этого народа у него больше оснований сделать выбор в пользу своей культуры и наоборот да и наоборот дальше младший школьник и подросток здесь рассматриваются для младшего школьника характерна этнокультурная осведомленность этническая самоидентификация ребенок уже понимает связь этнического чувства и знания своего языка для него важны национальность родителей и он может чувствовать связь с местом проживания русские это те кто живут в России это те у кого родители русские подросток отличается тенденцией к отрицанию и равнодушному отношению к этнической принадлежности то есть подросток уже ну он во всем вообще сомневается да а уж в том что он да однозначно может ответить на вопрос кто я по национальности это для него тоже да ну проблема что ли он тяготеет к крайним формам этнической идентичности это например этнофанатизм когда мой народ самый лучший моя страна самая центральная что ли да самая большая самая сильная в этом смысле есть риски привлечения подростков к экстремистским организациям к агрессивным действиям да на такой почве когда мой народ лучший в мире на ней легко манипулировать да тем кто хочет это делать тем кто хочет управлять юными умами очень легко да вот внести агрессивные мотивы в жизнь подростков с таким самосознанием с этноцентричным или этнофанатичным самосознанием далее давайте немножко поговорим о результатах исследований которые были проведены с нашими белгородскими подростками что мы делали вместе со студентами в рамках их дипломных и курсовых работ мы исследовали подростков среднего звена школы это пятые классы младшие подростки седьмые классы средний подростковый возраст и девятые классы старший подростковый возраст то есть пятиклашкам им примерно 11 лет седьмой класс это 13-14 и почти 16 в основном лет старшим подросткам девятиклассникам мы сравнивали по тем самым трем основным компонентам помните модель Дагбаевой которую мы вначале рассмотрели то есть кто я с точки зрения этнической идентичности что для меня важно каковы мои ценности и какова толерантность личности в том числе и этническая как я отношусь каково мое отношение к другим народам вот по этим трем компонентам мы проводили тесты со школьниками и потом обрабатывали и сравнивали полученные результаты что на выходе у младших подростков этническая толерантность ну скажу сразу этническая толерантность у подростков в принципе у всех средняя она еще не сформирована на протяжении всего подросткового возраста они показывают то толерантность то интолерантность некоторых избирательно уважаю некоторых нехорошо к ним отношусь или в зависимости от контекста если они меня не трогают то пусть живут тут рядом со мной а если вдруг не дай бог они затронут какие-то мои интересы ограничить мою свободу то я могу к ним негативно проявить себя то есть этническая толерантность у подростка еще не сформирована что касается этнической идентичности то у младших подростков этническая идентичность выражена в форме индифферентности что такое индифферентность тоже такой термин психологический равнодушие по большому счету мне все равно 11-летние да они еще для себя этот вопрос не ставят остро проблема в том что есть часть группы мы посмотрим потом не только на подростков но и на юношей для которых в принципе этническое определение ну не важно и с одной стороны я это объясняю принадлежностью к титульному этносу русские на территории России могут для себя вопросы самоопределения этнического долгое время не ставить но с другой стороны на мой взгляд это показатель той самой инфантильности когда юноши 19-20 летние все еще не заостряют для себя вопросы этнической идентичности как подростки так и юноши тоже на протяжении всех вот этих периодов перечисленных они не интересуются отвергают может быть на время откладывают решение вот этого вопроса о собственной этнической идентичности что касается ценностей интересный этот феномен у младших подростков ну 11-летние дети ценности еще не сформированы безусловно но они тяготеют уже содержательно к индивидуализму помните мы с вами говорили о ценностях русской культуры для русских все-таки коллективизм является такой основной стержневой ценностью так вот младшие подростки они еще или они просто не коллективные наиболее наибольшую приверженность коллективным ценностям показывают как раз средние подростки ну собственно и старшие подростки тоже где-то примерно в 13-14 лет происходит становление коллективных ценностей не обязательно что это влияние культуры здесь могут быть возрастные аспекты когда подростки просто тяготеют к сверстникам объединяются в группы это для них характерно возможно на этом основании тяга к отношениям общению со сверстниками отражается в ценностях культуры тем не менее с 13-14 лет можно провести определенный рубеж то есть до 13-14 примерно еще не ответил для себя по большому счету человек на вопрос по поводу ценностей после вот этого возрастного подросткового кризиса уже есть некоторые кирпичики на которые потом личность будет опираться если посмотреть на это с точки зрения педагогов системы образования то получается что мы можем как-то повлиять сформировать какие-то условия для становления традиционных ценностей до принятия решения то есть до 13-14 лет работа в начальной школе и в 5-6 классе среднего звена школы гораздо более важна с точки зрения воспитательных воздействий и их результативности если мы хотим заложить этническую идентичность этнически социализировать личность то надо это делать до подросткового кризиса в таком случае возможно мы добьемся каких-то целенаправленных результатов подростки 13-14 лет имеют содержательном отношении крайние проявления идентичности мой народ лучше других или неважно кто я по национальности но этнические представления подростков становятся более дифференцированными более сложными становятся для подростков характерен разброс компонентов этнической идентичности у них в равной степени не выражены знания и чувства это тоже говорит о незавершенности этнической социализации пока ну что называется ум и сердце да они еще не согласовались между собой то есть я могу говорить одно да думать одно по поводу своей принадлежности к определенному народу но чувства мои могут быть абсолютно другими большая интеграция и акцент на эмоциональную чувственную такую составляющую происходит позже происходит в юношеском возрасте да уйдем немножко в сторону мы говорили о результатах исследования идентичности представителей титульного этноса подростков русских в России но было еще одно исследование по поводу подростков национального меньшинства мы сравнивали как себя чувствуют это специфическая ситуация когда ты среди людей другой культуры что происходит что было выявлено у представителей этнического меньшинства мы исследовали азербайджанских подростков значит мы выявили связь между такими показателями ценностей как ориентация на группу да вот методики которые следуют ценности есть шкала которая называется ориентация на группу это показатель принадлежности к коллективным ценностям безусловно когда человек ориентирован на группу да это показатель его коллективизма вот у этих подростков представителей национального меньшинства у них для них характерна ориентация на свою этническую группу да они ориентируются на авторитетную фигуру в этой этнической группе это и семья да и такой коллектив сверстников ну например в школу да если родители отдают представителей национального меньшинства своих детей то постепенно да вот в этой школе накапливается накапливается целая группа детей хорошо если директор вовремя отреагирует и возьмет учителя еще да вот хорошая такая ситуация когда есть и среди учителей представители этого народа в таком случае да будет уравновешена эта ситуация это будет такой мостик очень правильный да через который можно будет решать какие-то внутренние проблемы не будут замкнуты сами на себе школьники данной национальности значит наличие такого такой ценности как ориентация на группу у азербайджанских подростков связано с интолерантностью то есть чем больше они замыкаются на своей группе тем в большей степени есть риск интолерантного нетерпимого да отношения к представителям других национальностей то есть здесь есть свои риски определенные риски связаны особенно в подростковом возрасте это были подростки у них могут быть проблемы с одной стороны им не избежать да вот такого ну ограничения что ли внутри своей комфортной среды с другой стороны и нужно чтобы была интеграция нужно чтобы не были абсолютно эти границы непроницаемыми наша задача все-таки их интегрировать в среду и повысить уровень толерантности перейдем к юношескому возрасту это основной аспект исследования поскольку я работаю со студентами и именно юношеский возраст в основном у студентов очного обучения это основной доступный что ли контингент исследуемый что касается ценностей то у юношей ценности коллективизма они размываются да то ли они все еще не очевидны для юношей то ли это вообще изменение характерное для современной нашей ситуации социальной ситуации когда индивидуализм выходит в борьбу что ли вступает с традиционным коллективизмом но современные студенты они демонстрируют такое обе тенденции у них и индивидуальные ценности я как личность я хочу быть независимой я хочу сначала встать на ноги а потом создавать семью я хочу научиться зарабатывать я хочу границы с родителями провести психологические границы и буквально я хочу жить отдельно от родителей все это демонстрируют наши молодые люди юные но есть и коллективизм вот та самая ориентация на группу которая к счастью нашего с вами взрослого поколения вот на протяжении динамики от младших к старшим курсам у меня тоже было такое исследование как меняется этническая социализация на протяжении обучения мы брали одну и ту же группу ее на втором курсе и потом на четвертом курсе бакалавриата уже перед выпуском исследовали с помощью одних и тех же методик в общем к счастью за два года усиливается вот эта ценность группы имеется ввиду и студенческая группа развиваются взаимоотношения внутри студенческой группы это становится для молодого человека значимым важным тем не менее есть сочетание как я уже сказала как индивидуальных так и коллективных ценностей у наших современных молодых людей второй компонент этническая идентичность наблюдается неактуальность индифферентность помните та самая характерная для подростков она продолжает сохраняться и в юношеском возрасте то есть 18 19 20 летние студенты все еще не ответили на вопрос кто я с точки зрения представителя определенного народа для них это неактуально что касается толерантности третий компонент такой результативный то толерантность на среднем уровне вот что у подростков так и у юношей те же самые тенденции проявления как толерантности так и интолерантности то есть нельзя сказать что как-то сильно меняется картина толерантности по сравнению с подростками в целом процесс этнической социализации в юношеском возрасте можно сказать что он еще не завершен это во-первых связано с размытыми ценностями дисбаланс ценностных ориентаций как индивидуализм так и коллективизм также для русских мы отбирали представители титульного этноса молодых людей характерно сочетание позитивной этнической идентичности и индифферентности возможно это связано с статусом титульного этноса если бы более разнообразная полиэтничная среда была то вопрос кто я он бы решался в более раннем возрасте кроме того на уровне толерантности мы наблюдаем такое сочетание толерантности и интолерантности то есть нельзя говорить о каком-то существенном росте развитии этнической толерантности для юношей и вот я подчеркнула зеленым это инфантильность с точки зрения формирования этнического чувства у юноши можно говорить о инфантильности когда откладывается этот вопрос внутри личности вопрос того кто я по национальности он не решается по сути он не актуален исходя из данных знаменитого нашего отечественного этнопсихолога Надежды Михайловны Лебедевой в этнической идентичности юношей доминирует эмоционально оценочная составляющая то есть юноша должен сформировать уже этническое чувство которое проявляется в отношении однако по эмпирическим данным мы не видим того чтобы у юношей уже было сформировано это самое отношение теперь перейдем к второй части она будет меньше по содержанию риски как я обещала кроме возрастных особенностей выделены в науке также и риски связанные с возрастными особенностями этническая социализация вернее риски ее незавершенности риски десоциализации когда она может так и не состояться и человек может не обрести эту часть своей взрослости взрослой личности у младших школьников таким риском можно отнести недостаточную этнокультурную осведомленность когда они не знают что характеризуют традиции собственного народа что самое обидное печальное когда они мало знают о представителях и культурах других народов а также нечеткость этнической идентичности когда человек не отвечает для себя на вопрос кто я для подростков таким риском относится этнофанатизм избирательность и отчужденность по отношению представителям других этнических групп а также негативные чувства к собственному этносу что касается юношей третья когорта это пренебрежение традиционными ценностями и склонность к этнической индифферентности равнодушию вот этот прообраз маргинальной личности который может сформироваться что касается региональных до этого были возрастные если говорить о региональных рисках этнической социализации то представители титульного этноса находящиеся в моноэтнической среде они демонстрируют меньшую актуальность вопросов этнической социализации в отличие от учащихся полиэтнической среды важно чтобы у человека в период его детства и подростничества желательно до среднего звена школы до 13-14 лет был опыт личного активного взаимодействия лучше дружбы с представителями других народов это очень хорошо сказывается на его этнической социализированности и в силу меньшей определенности этническая социализация представителей русской культуры характеризуется менее выраженной идентичностью ориентации на ценности автономии и можно ее в целом охарактеризовать как незавершенную инфантильную что касается того что же с этим делать на этом слайде я попыталась сформулировать аспекты связанные с формированием педагогическим целенаправленным воздействием чтобы воздействовать на развитие этнической идентичности да этническую социализацию чтобы управлять этим процессом этнической социализации то нужно не только воздействие через знание что ли да через информирование через расширение представлений здесь нужно иметь собственное отношение то есть взрослый человек ну не буквально же да не воспитывай другого но ты не сможешь воспитать того чем не обладаешь внутри сам да прежде чем идти к детям да важно сформировать собственное отношение да важно осмыслить собственную идентичность иначе не получится да сформировать то самое чувство чувство собственного достоинства себя да у молодого поколения как представителя определенного народа таким образом давайте подведем черту нашей лекции появление этнического чувства мы закладывается в детстве наполняется сначала поверхностной информацией затем и осознанием глубинного единства общности исторической судьбы религии и национального характера сохраняя и транслируя традиционные ценности социум способствует этнической социализации и формированию этнической идентичности наиболее благоприятной является осознанная позитивная этническая идентичность как предпосылка уважительного отношения к другим этносам и еще один слайд по поводу источников к которым я сегодня активно обращалась если вас заинтересовала данная тема я думаю что эти источники расширят ваше представление спасибо за внимание до следующих встреч до следующих до следующих Субтитры сделал DimaTorzok